Звенигород Город, где уживаются новые торговые центры, исторические здания и ветхие аварийные дома. Последних чуть больше 20, из них 4 расположены на центральных улицах. Нам предстоит провести ревизию всех подобных объектов, в том числе которые внесены в число культурных объектов. И по каждому должен появиться четкий выверенный план дальнейших действий, что и когда мы будем делать совместно с правительством. Более 49 тысяч одинцовских школьников 1 сентября вернулись за парты. Образовательные учреждения округа начали работать по новому с соблюдением новых требований безопасности, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции. Утренние фильтры и нанесение разметки, наличие дезинфекторов и средств защиты. Также в школах мы применяем уже новую систему логистики. У нас теперь дети минимально перемещаются по зданию школы. В основном уроки проходят в одном и том же кабинете. Новый учебный год пройдет в муниципалитете под лозунгом «Качество образования», подчеркнул глава. И поручил профильному заместителю подготовить статистику по поступлению наших выпускников в высшие учебные заведения. К слову, сам Андрей Иванов тоже сел за парту в Звенигороде. Глава Одинцовского округа принял участие в акции «Диктант Победы» на площадке первой школы. Диктант устроен так, что 25 вопросов всего, 20 вопросов на общее знание истории и 5 на знание истории нашего региона. Диктант Победы одновременно прошел в 75 странах мира. Его участниками стали около миллиона человек. В Подмосковье акция прошла на тысячи площадок. Большая часть была расположена в школах.